доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и хочу вам показать одну из убойнейших методик все у меня почему-то ассоциируется с оружием но это так мужские приколы если классификация предметов позы гарник это атомная бомба то это как минимум тактическая ракета или автомат калашникова это методика нами изготовлена эта методика нашего производства поставляется она вот в таком вот как-то назвать чехольчики пакетики пластиковым с кнопочкой здесь наш логотипчик ну и давайте его откроем соответственно в комплекте идет методическое руководство вот так вот она выглядит и соответственно непосредственно стимули материал к этой методике вот только мы тоже получили эту методику из типографии таким вот образом выглядят карточки исключения предметов ну давайте сначала методика да то есть вот это патопсихологическая методика исключения предметов позы гарник описано процедура проведения протокол проведения интерпретации данной методики приведем пример протокола кроме того идет бумажка в комплекте формата а4 вот этот протокол он просто скопирован сдублирован на большую бумагу специалист берет его размножает или на принтере или может электронного электронной версии которая тоже идет к этой методике распечатать и соответственно ну тут для заметок вот эта методика соответственно рекомендуемая литература обратите внимание основная книга в которой все-все-все самое подробное этой методике это заигарник блюма вольфовна патопсихология 1956 год обожаю библиографию блюма вольфовны она достаточно объемно и я ее у нас на сайте ее можно скачать там несколько десятков книг и в том числе и заигарник вот так вот это выглядит методическое руководство по этой методике ну и давайте вам вкратце покажу собственно карточки они черно-белые размерность их 120 до 120 на 120 миллиметров и вот так вот они выглядят соответственно что необходимо исключить из этого набора вам предлагается четыре набора четыре карточки необходимо исключить один из четырех предметов оставшимся трем дать обобщающее название соответственно здоровый человек исключает замок все остальное называет или видовым или категориальным признаком предметов или же это строение или же это жилище а если он скажет что здесь можно жить значит это у нас снижение уровня обобщения по снижению уровня обобщения может быть это встречаться при умственной отсталости врожденной может быть при умственной отсталости приобретенные силу каких-то экзогенных причин внешне там еще что-то случилось человеком травма у него какая-то или допустим уже какие-то старческие изменения и так далее низкий уровень обобщения он говорит о том что здесь можно жить соответственно это сложные карточки не часу предъявляются мною не по порядку первая карточка нету твердой упорядоченности этих карточек да но обычно я лично своей практике использую первые 4 5 карточек сейчас я вам покажу вот эта карточка она последняя используется вот эти карточки тоже уже в конце где-то да то есть что необходимо исключить значит тут у нас лампа свеча лампочка и солнце соответственно правильное решение этого вопроса этой карточки что необходимо исключить мы исключаем солнце это искусственный естественный источник света все остальное искусственные источники света вот вот это уже вторая или третья карточка вторая карточка которую я применяю как я уже говорил вот это последняя карточка живое неживое по аналогии с классификацией мы там тоже обобщаем раскрываю вам карты а то есть третий этап завершения классификации предметов немножко отвлекусь он как раз тоже предполагает деление на две категории живое неживое но и в данном случае исключение предметов тоже аист стол очки и молоток исключаем получаем живое неживое догадайтесь что здесь живое что здесь неживое так это вот серединные карточки вот это вот вторая третья карточка серединные четвертая наверное серединные 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 так а ну вот да все верно значит первая карточка у нас вот идет вот Вот оно, часы, исключаем 5 копеек, остальное называем часы, кошка, остальное, или растение, или цветы, то есть категориальный или видовой признак предметов. Ну и далее идет, вот это получается у нас первая, вторая, третья, исключаем ногу, получаем обувь, или предметы одежды. Вот, собственно, вот так вот выглядит эта методика, не раскрывая пока все карточки. Но на видео все это видно. Выполнено все очень качественно, долгое время мы подбирали, надо сказать, что, как бы, вы никогда, ни при каких обстоятельствах не догадаетесь, что эти карточки заламинированные. Мы подбирали специальную пленку, соответственно, карточки все черно-белые, и они выглядят как обычная, обычная бумага, они не отблескивают, не светятся, и так далее. Они выглядят как обычная бумага, но пользоваться ими можно смело. Конечно, горячую кружку на них ставить не стоит, но, тем не менее, они будут долго вам служить. Пациенты в отделении, может быть, не всегда чистые, грязные руки, еще что-то, вы спокойно возьмете, значит, салфетку влажную, и, соответственно, протрете эту карточку. Самой карточки ничего не станет. Она покрыта специальным слоем защитным. Очень специальным. Это даже не ламинационная пленка, это специальное покрытие. Соответственно, оно не дает никаких бликов, искажений и так далее. Пользоваться можно смело. 20 лет вам эти карточки... Нет, вру. 25. Нет, опять же, вру. 30 лет вам эти карточки прослужат. Ничего им не станет. Не держать их на солнце, они не выцветут, ничего с ними не случится. Не заламинирован. Ну, для простоты, скажем, заламинирован. Но, на самом деле, это не ламинация. В точном смысле этого слова. Ну, вот, пожалуй, и все, о чем я вам хотел рассказать по поводу методики исключения предметов. Такое вот экшен, наглядное видео. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь под нашим видео. Ставьте лайки и пишите мне вопросы. Вопросы, вопросы, вопросы. Я очень общительный человек, истерик и люблю пообщаться. Будьте добры, напишите мне что-нибудь. Если у вас возникнут такие вопросы, не стесняйтесь. Почта также есть под видео. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.